С нами сегодня Киа Си 2010 года с огромным пробегом Свечи Нижека На каждой пачке и упаковке свечи есть маленькая инструкция, как ее надо затягивать Герметики, ну здесь черный герметик, также здесь красный ОМЗАП на связи, меня зовут Георгий И с нами сегодня Киа Си 2010 года с огромным пробегом, ну в каких-то рамках, 2220 тысяч километров Машина вчера еле-еле доехала до нашего сервиса на двух цилиндров Диагностика компьютерная показала, что проблема в первом и втором цилиндре Но выкрутив свечи, мы увидели масло во всех четырех Конечно, два из них еще больше залиты, два были поменьше Отдельно прозвонили две катушки зажигания Они оказались полностью нерабочими И обратите внимание, вот на эти странные следы, которые на них присутствуют О них нам расскажет наш один из лучших механиков, Анатолий Всем привет! Сид на самом деле доехал к нам с трудом Сделав компьютерную диагностику, были пропуски зажигания по первому и второму цилиндру Сегодня мы ее вчера бросили, сегодня разобрали с утра И сняв катушки, обнаружили масло в колодце После чего мы откачали шприцом масло, вывернули свечи, свечи вы уже видели Также на катушках обнаружили наличие герметика красного и белого Вот если здесь, ну, наверное, здесь так вот прям видно Белый, красный герметик Это говорит о том, что кто-то когда-то, скорее всего, вскрывал клапанную крышку И, видимо, старую прокладку, как свечных колодцев, так и самой клапанной крышки поставили на герметик Здесь также вот он просматривается, красный силиконовый герметик здесь, здесь и так далее Сейчас мы вскроем и увидим, так ли это, на самом деле Так, ну вот, мы, в принципе, почти подошли к этому моменту, когда мы увидим, кто и что там сделал Сразу возьмем клипсодер, потому что, скорее всего, просто так она нам не поддастся И будем медленно ее поддевать Ну да, все стоит на герметике То есть, вся клапанная крышка, видно вот Вся полностью по всему контуру герметики Ну, здесь черный герметик, также здесь красный и серый То есть, вскрывалась она уже не один раз И вот они, прокладка свечных колодцев То есть, даже герметик не помог ей По всей видимости, люди решили сэкономить Видно, что прокладка очень жесткая Ломается, задубевшая Вот нам теперь все придется это удалять Вычищать И устанавливать новую прокладку Ну, и вот основная тоже вся полностью по контуру На этом, данном автомобиле, то есть, такой проблемы нет Чтобы клапанная крышка периодически была течь Это есть на Chevrolet, Rezo, Cruze, Aveo, то есть, апеллевский движок У них проблема плоскости клапанной крышки То есть, на данном двигателе такого не наблюдалось никогда А использовать некачественные запчасти, допустим, могли? Ну, если даже прокладка была неоригинальная И после установки она начала подтекать Вот, возможно, ее вторично сняли и промазали герметикой Еще есть такой момент Сегодня попросил клиент сам лично Звонил и по телефону Сказал, чтобы промазали герметиком прокладочку Но мы этого не будем делать Она промазывается по заводскому только вот здесь, на стыках Где соединяется головка с крышкой ГРМ Вот эти края мы промажем Все остальное сейчас удалим весь герметик Вот тут тоже в колодцах наблюдается везде герметик серый Сейчас нам придется завернуть свечи Чтобы туда в цилиндры не попало Вычтим все Будем собирать Также придется удалить с клапанной крышки Здесь герметик Сейчас все это счистим щеточкой Удалим Наш приговор по этому автомобилю Мы приговорили свечи зажигания Хотя по словам клиента они менялись 10 тысяч назад Две катушки зажигания Прокладка клапанной крышки Прокладка свечных колодцев И две катушки Все сейчас мы помоем Почистим Соберем Запустим Все вам покажем и расскажем Как бы нам нужно будет максимально закрыть рабочую часть Чтобы герметик Когда будем счищать Не попал в арюшку Вот так у нас отдельно выглядит Прокладка свечных колодцев Вкладываем ее сюда Теперь прокладка здесь Главное поймать нам В нашу-в нашу сторону Вот так Прокладка села Так вот здесь мы подготовили все Вычистили весь герметик Сейчас нам удобно Будет возьмем старую-старую катушку Крутим сразу свечи Свечи НЖК Можно катушкой Можно магнитиком Можно ключом Кому как удобнее Обращайте внимание на такие мелочи На каждой пачке и упаковке свечи Есть маленькая инструкция Как ее надо затягивать Очень полезная вещь Если вы сами совершаете ремонт Свечи наживили Вот кстати по поводу герметика Которую нам советовал Владелец авто Вот здесь видно Невооруженным взглядом Что есть несовосность То есть крышка ГРМ Она либо выше Либо ниже Когда соединяется И вот здесь вот Если вскрыть автомобиль Первый раз С завода То будет видно Что здесь Есть заводской герметик Больше мы нигде не будем его использовать Больше мы нигде не будем его использовать Наживить все болты А потом будем тянуть уже Либо из центра Либо справа налево Перетянуть здесь в принципе сломать невозможно Потому что Под каждым болтом стоит ограничитель То есть можно конечно сломать Но это надо быть идиотом Затягивать будем по опыту Момент нам уже Ни к чему Здесь все очень просто Болт шестерка Если взять Допустим Из таблицы По моментам затяжки Болт шестерка В алюминий У нас От 1.1 До 1.7 Зависит То есть Глубина резьбы Качество Алюминия То есть это может быть головка Это может быть какой-то Патрубок Или что-то еще То есть фланец Так Ну вот болты все наживили Так шланчик поставим Так Прокладочка Все у нас Высоко стоит на месте Зачем Затягивать из центра Сейчас Будем делать ручную Ну вот все болт встал И не надо его больше крутить То есть он прям жестко упирается В ограничитель Есть многие Автолюбители Которые видят масло Из-под клапанной крышки И пытаются ее подтянуть К сожалению На данном авто Это не поможет Подтяжка То есть Она не подтянется Это были старые добрые Жигули Где можно было подтянуть И еще проездить Некоторое время А приезжали в машине Со сломанными болтами Клапанной крышки Да Были такие В основном это Болты Которые проходят насквозь Тут есть Некоторая часть болтов Которые глухие И есть Которые проходят Наружу Те которые Проходят То есть Насквозь Через головку И Топочем Кончик Болта Выглядывает Там он Попадает влага То есть Идет окисление Коррозия И вот этот болт Чаще всего Обломается Когда меняете свечи Старайтесь Свечи не бросать В колодцы Скорее всего Это приведет к тому Что Зазор собьется Аккуратнее А имеет смысл проверять Зазор Перед тем Как установили свечи? Ну Визуально Да Есть В принципе Смысл Потому что К сожалению Упаковка И Доставка Автозапчетей Происходит Довольно в грубой Форме И нередкость Когда Были случаи Такие прям Реальные Когда закручивали Свечи Заводили А машина Работала неровно Выяснялось Что Там Выскачивал Пропуск Зажигания Одного Или Двух цилиндров И Снова Сняв свечи Было видно Что Зазор был сбит У нас остались Две Декоративные крышечки Здесь Дополнительно Сейчас Проверим Посмотрим Все Будем запускать И смотреть На качество Проведенной работы Так Вот он Наш автомобиль Все работает Работает ровно Чисто Вот Сейчас Слышно Что Простукивает Какой-то Гидрокомпенсатор Сейчас Она Нагреется Чуть И пройдет В итоге В итоге То есть Мы Заменили Не знаю Вторичную Или Троичную Прокладку Свечный Колодц У Шлапанной Крышки Свечи Которые По словам Прошли Десять тысяч И Две Катушки Сожигания С таким Мы сталкиваемся Крайне редко Дело в том Что Вот это Именно Шалатное Отношение К своему Автомобилю То есть Кто-то Где-то Вроде бы Чего-то Слепил Как-то Поставил И вот По итогу Мы имеем Вот такое Я думаю Что Не буду утверждать Что это слишком Дорого Но все же То есть Свечи Две катушки Работы Здесь стоят Немного А вот Запчасти Наверное Выскочит Круглую сумму То есть Если бы Изначально Изначально Сделали бы Все хорошо То Возможно Мы бы избежали Вот сейчас Этих расходов Ну все Закончили Оконцовочка За тобой Общая сумма Ремонта Обошлась 12300 рублей 4100 рублей Это работа И 8200 Это запчасти Основную часть Запчастей Составили Дорогостоящие Катушки Зажигания Следите за Вашими Автомобилями И будьте Осторожны На дорогах До новых встреч До новых встреч Редактор субтитров